Меня уже несколько раз просили рассказать про образование в Чехии, и сейчас я попытаюсь это сделать. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Несколько раз я уже говорил, что дочь собирается учиться в Чехии, и меня просили рассказать подробности об этом. Да, 3 сентября она улетает, вот мы взяли билет только что в Прагу, буквально сегодня 30-е, по-моему, или 31 августа, то есть уже вот совсем скоро. Ну, во-первых, почему в Чехии? Потому что, ну смотрите, вот в нашей стране образование уже практически везде платное, то есть где-то 300-400 тысяч в год надо заплатить за образование. Бесплатных мест практически, ну, мало достаточно, это первое. Второе, ну, в нашей стране, в общем, сказать, как-то все... Короче говоря, Путин навсегда, мне это не очень нравится, честно говоря. Ну, многим нравится, ну, кому нравится, ради бога. Я ничего здесь не могу сделать, но я жил при Брежневе, я видел, как затухает система, как, так сказать, маразмом все покрывается, и я вижу какие-то черты этого здесь. Путин проживет еще лет 30, соответственно, ну, если ей сейчас там 18 лет, то где-то вот 58 лет будет, когда что-то у нас изменится. Ну, это как-то... И наблюдать вот этот вот весь маразм и разложение не хочется. Поэтому вот, ну, какие-то вот такие причины есть. Ну, вообще говоря, мы рассматривали несколько вариантов. Мы рассматривали, конечно же, хотели бесплатное образование. Рассматривалась Финляндия и рассматривалась там Чехия. Есть много стран, которые позволяют бесплатно обучаться. Ну, что... Ну, в Финляндии как-то вот... Ну, мы были в Финляндии, там все хорошо, но как-то вот север все-таки для постоянной жизни, наверное, не очень. Вот. Ну, как-то вот Чехия подошла. Там как-то вот, ну, ближе, что ли, не знаю, понравилось. Мы там были. Ну, мы были и в Чехии, и в Финляндии, естественно. Вот. Каким образом происходит обучение? Ну, обучение в Чехии бесплатно, если вы учитесь на чешском языке. То есть, один год мы оплачиваем подготовительные курсы. Там за год будущие студенты изучают чешский язык. Это первое. Второе. Смотрите, у нас в стране есть одни образовательные стандарты, у них другие. И, ну, они немножечко разные. Они немножечко разные, эти стандарты. И поэтому, значит, для того, чтобы поступить в иностранный институт или университет, надо соответствовать тем стандартам. Они, я не скажу, что они выше, так сказать, они вряд ли, они выше, чем у нас. Вот. Но для того, чтобы соответствовать, мы должны взять, во-первых, ну, справку о том, какие предметы в каком объеме мы изучали. То есть, мы из школы берем справку такую. И если что-то недоизучено, там, значит, на этих подготовительных курсах доизучают и сдают уже типа ЕГЭ, но уже чешский язык, ну, или местный язык. Это по-любому в любой стране будет, потому что это называется нострификация, что ли. Вот. То есть, вот это вот надо пройти процедуру. Второе. Значит, смотрите, курсы платные. И, насколько я помню, это мы еще в прошлом году собирались учиться, но не успели. Курсы платные, там надо заплатить, насколько я помню, 5000 евро за вот эти вот языковые курсы. Языковые курсы, там несколько есть языковых каких-то параметров. Я уже не помню, в каком мы. Если вас заинтересует, я могу, так сказать, написать в комментариях точно, я уточню. Вот. Но выбрали почему-то вот курсы, именно эти. Там есть несколько направлений, значит, есть часть отделения, значит, в Праге, часть в Подебрадах есть и часть в Либереце. Мы были, естественно, и в Праге, и в Подебрады мы заехали, посмотрели на условия, там, и сам городок. Ну, и Либерец. Больше всего нам понравился Либерец, наверное. Он тихий, спокойный такой, и такой средневековый, там он ближе к границе с Германией. Вот. Вот. Но Подебрады нам тоже понравились, в общем-то, до последнего времени. Вот. Сейчас расскажу, о чем речь. Вот. Итак, значит, смотрите. Мы проплачиваем вот эти языковые курсы, на которых детей подготавливают. Ну, во-первых, чешский изучают, а во-вторых, они, значит, добирают те часы, которые им необходимы для поступления по предметам. И дальше, дальше после этого, там, выпускные экзамены. У этих языковых курсов очень хорошие отношения с различными университетами чешскими. И, как правило, выпускники этих курсов поступают туда, куда хотят, в любой чешский вуз. Итак, значит, первое обучение – 5000 евро. Второе. Для того, чтобы там жить, мы должны оплатить, естественно, медицинскую страховку годовую. То есть, стандартная медицинская страховка. Компании Максима мы заплатили, насколько я помню. И эта страховка стоит, насколько я помню, 700 евро. Мы ее год назад заплатили, но мы не успели оформить визы, документы выездные, потому что чехи очень долго это делают. И поэтому эта страховка прошлогодняя у нас пропала. Я в этом году заплатил еще 700 евро за страховку на следующий год. Вот. А оплата за обучение, она сохранилась. Таким образом, значит, 5000 евро плюс 700 евро. Плюс для того, чтобы получить долгосрочную вот эту вот ученическую визу, мы должны показать, что ребенок будет обеспечен, так сказать, там на какое-то время и так далее. Значит, нужна справка из банка о том, что у нее на счете лежит там минимум 3000 евро, лучше 5000, они рекомендуют евро. Ну, соответственно, вот еще такая сумма. Эта сумма никуда не девается, она лежит на счете. То есть, вот справочка лежит, все, ребенок обеспечен. Они могут, так сказать, в процессе оформления визы проверить у банка, действительно лежит эта сумма или нет. Но это произойдет вряд ли на самом деле. Скорее всего, они будут доверять банку. То есть, вот такой вот расклад. Ну и, соответственно, условия проживания. Там вот, ну, в Подобрадах, по крайней мере, дается либо общежитие старое, либо новое старое. На наши деньги это где-то 10 тысяч рублей в месяц, на новое 15 тысяч рублей в месяц. Ну, в новом это значит, там, мы выбрали новое, значит, там, ну, комната на двоих, там туалет, небольшая кухонька есть, и, соответственно, там есть, ну, убирают и белье меняют. Вот такая штука. Живут они достаточно замкнуто, и когда мы вот сейчас получали визу, возле Чешского консульства были, там парень говорит, ну, он уже там учился, говорит, о, в Подобрады, там вообще, говорит, советую записаться в какую-то секцию, там, найти какое-то времяпровождение, потому что скукотища страшная, и, ну, он сказал так, что наркотики в абсолютном доступе, поэтому, значит, смотри, не заторчи было его последнее, как бы, пожелание. Ну, это нас немножечко, конечно, насторожило, но, с другой стороны, Марина, она такая, ну, ей не нужно, в общем-то сказать, сильное общение, ей нужен только интернет, она сидит, значит, там, рисует свои, значит, на планшете увлекается рисунками, она, в общем-то сказать, ну, я думаю, что с этим будет все нормально. Ну, Подобрады, на самом деле, вот, очень красивенький такой вот городок, учиться они будут в старом замке таком, рядом, как там, Кутногора, по-моему, называется, совершенно шикарное место, там, храмы, вообще, так сказать, очень стоит посетить. Вот, ну, до Праги, там, час езды, там, 50 минут на машине, то же самое. Ну, Прага, это столица, чего там, там, со всеми вытекающими последствиями, то есть, там, да, интересы, есть для кого-то интересы, а для кого-то, в общем-то, суета и прочее. Вот, ну, вот такие пироги, если будут вопросы, задавайте, я отвечу, ну, а сейчас вроде все. Итак, значит, смотрите, суммирую, 5 тысяч за обучение, плюс 700 евро страховка, дальше плюс где-то, ну, 3,5 тысячи евро, скажем, на счете надо иметь, вот, для того, чтобы там учиться, на время обучения 10-15 тысяч за общагу, значит, дальше поступает в университет, обучение бесплатное, ну, естественно, проживание примерно на таких же условиях. Вот, таким образом. Сейчас не забудьте поставить лайк и вопрос, если есть. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий, до встречи.